Это новости на БТБ. Здравствуйте. Гуманитарные проблемы в Украине должны решаться в соответствии с международными законами и согласия киевских властей. С таким заявлением выступил Комитет Евросоюза по политике и безопасности на уровне послов. Международное сообщество необходимо привлекать к решению гуманитарных проблем на юго-востоке Украины. Но только Киев должен заниматься доставкой и распределением продуктов и медикаментов. Украина должна координировать и соответствующие мероприятия стран-членов ЕС, считают дипломаты. Ночью почти трехметровая колонна грузовиков после многочасового перегона из подмосковного на Рафа-Минска вошла в Воронеж. При этом Еврокомиссар по гуманитарным вопросам Кристина Георгиева подчеркнула, любая гуманитарная помощь от России может попасть на территорию Украины только после инспекции и согласия украинской власти. Мы бы хотели увидеть уважение норм международного гуманитарного права и соблюдение принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости при доставке гуманитарной помощи. Другими словами, мы должны увидеть, что именно представляет из себя гуманитарная помощь из России. Кроме того, право раздавать гуманитарную помощь должны иметь только работники Международного Красного Креста. Вместо отправки гуманитарных конвоев лучше бы Россия прекратила поставлять боевиковые оружия на восток Украины. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп. Дипломат отметила, что любые попытки россиян ввести войска на Донбасс под прикрытием гуманитарной миссии будут расцениваться как агрессия со всеми вытекающими последствиями. В Австралии обращают внимание, что поставки оружия террористам только увеличились после того, как они сбили пассажирский лайнер малазийских авиалиний. Сила АТО наступает по нескольким направлениям одновременно. Террористы ощущают острую нехватку живой силы и вооружений, из-за чего не могут организовать оборону. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Сила АТО блокирует боевиков в районах Шахтерска, Тореза и Снежного. Перерезана трасса Н-21, по которой осуществляется связь донецких и луганских террористов, а также поставки вооружений и наемников из России. Освобождение Углегорска позволит украинской армии окончательно блокировать боевиков и в районе Горловки. А также силы АТО работают над блокированием боевиков в районе Луганска. В Донецкой области силы Кипр предотвратили теракт. На автостоянке возле заправки на околице Дружковки обнаружен и обезврежен автомобиль сепаратистов. В нем нашли взрывчатку и автоматическое оружие, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк. По его словам, из авто были изъяты пулемет Калашникова, 90 гранат, 2000 патронов и сопроводительные документы из Федерации. Зарян Шкиряк отметил, что таким количеством взрывчатки можно взорвать большой железнодорожный мост, несколько многоэтажных домов, любое административное или правительственное сооружение, рынки и развлекательные центры. Кабмин завершает работу над программой имплементации ассоциации с ЕС. Правительство также формирует эффективную систему европейской координации. Отмечает заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалы. Приоритетом украинской власти остается реализация курса на внедрение общественно-политических и экономических реформ. Для этого создан Национальный совет реформ. Украина готова привлечь европейских экспертов к его работе. На ноябрь запланирована международная донорская конференция для предоставления помощи Украине. Въезд подчеркивает, что Европейский Союз готов оказывать поддержку Украине для реализации необходимых реформ и укрепления суверенитета и территориальной целостности. Украина и Беларусь снимут искусственные барьеры в торговле между двумя странами. Об этом договорились в ходе телефонной беседы Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Президенты также обсудили совместные усилия для налаживания международного диалога в решении гуманитарных вопросов. Беларусь и Казахстан отказались поддержать запрет России на импорт продовольствия из ЕС. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, запреты России не касаются его страны. Минск будет покупать любые необходимые продукты. Вместе с тем, Минск поддержит Москву в вопросе транзита европейских товаров на территорию России. Запрещенные Кремлем продукты пропускать не будут. Придерживаются такой же позиции Казахстан. В то же время бывший вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Марат Талибаев в эксклюзивном интервью для нашего канала назвал ответные санкции России Западу бессмысленными. Из-за того, что они не были согласованы с партнерами по Таможенному союзу, запрещенные Федерации продукты все равно будут просачиваться в страну нелегальным способом. Если в саму Россию завозить товары нельзя, то предприимчивые бизнесмены сейчас немедленно начнут переписывать документы и отправлять их формально якобы в Казахстан или в Белоруссию. Там товар будет растамаживаться, будет считаться, что он поступил именно в эти две страны, Белоруссию и Казахстан. После этого отличить этот товар от привезенного только что из-за границы или произведенного прямо здесь, в Казахстане, невозможно в отношении немаркированного товара, так скажем, или однородного, однотипного товара, каковыми являются такие товары, как мясо, овощи, ну, все виды мяса, не консервированные, не упакованные, говядина, свинина, мясо кур, а также овощи и фрукты. Вот эти все товары, как только будут растаможены в Казахстане, как я описал в своем посту, могут даже не перегружаться с этих фур, а просто переделаться документы и тут же направляться в Россию. Это так называемый реэкспорт. И в таком случае, значит, Россия через некоторое время поймет, что ее санкции без поддержки союзников, без закрытия внешних границ ими тоже не имеют никакого смысла. Это все равно, что удержать воду в сети. Слишком много дыр. Все просочится. Покупать сегодня доллары дороже 13 гривен невыгодно. Об этом с трибуны парламента заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева. Она подчеркнула, что экономических предпосылок для девальвации нет. И в то же время отметила, что регулятор намерен придерживаться гибкого валютного курса. Позицию руководителя НБУ поддержали и эксперты. У Национального банка достаточно инструментов для стабилизации ситуации, заявила Валерия Гонтарева с трибуны парламента. Сейчас регулятор применяет рыночные методы. Но если понадобится, готов использовать и более жесткие, административные. Поэтому хочу предупредить всех, кто прибегает к паническим настроениям, что все, кто скупает валюту по завышенному курсу на теневом рынке, скоро будут об этом сожалеть. Потому что НБУ стабилизирует систему уже в ближайшее время. Глава НБУ еще раз подчеркнула, экономических предпосылок для обесценивания гривней нет. По итогам августа прогнозируется положительная сальдо платежного баланса, учитывая факт ожидаемых поступлений от Мирового банка в размере 500 миллионов долларов и второго транша МВФ на 1,450 миллионов. А это значит, что в страну придет много валюты, и гривня укрепится. Всем понятно, что никаких экономических факторов для курса 13 или 13,50 не существует. Это только панические настроения. Все понимают, что курс очень отошел от своего сбалансированного уровня. Даже если брать во внимание военные действия, сбалансированный курс на сегодня остался на уровне 11,50-11,90 гривен за доллар. С председателем Национального банка согласны и экономисты. Говорят, экономических предпосылок девальвации действительно нет. Политическая нервозность, напряжение на Юго-Востоке – два главных фактора, влияющих на настроение рынка. Подливают масло в огонь и опасения по поводу возможного вторжения России на территорию Украины. Своё слово, как обычно, сказали и спекулянты. Никаких экономических оснований для того, чтобы сегодня курс уходил за 13, нет. Есть только какие-то психологические ожидания, которые базируются на спекулятивном интересе или спекулятивных каких-то ожиданиях. Ни больше, ни меньше. Всё-таки где-то между 10 и 11. Не 8, конечно. Но где-то 10-11 – это тот реальный курс, который, в принципе, сегодня мог бы удовлетворить и экспортеров, с одной стороны, и импортеров. И то, во что вложился рынок. Гривня уже достигала отметки 13. Это было в апреле. Тогда даже без вмешательства Нацбанка курс вернулся к 11-11.50. Похожего сценария эксперты ожидают и в этот раз. Экономических причин сейчас нет для девальвации гривен. Потому что у нас платёжный баланс в хорошем состоянии находится. Град за лучшим, чем он был в прошлом году. Уже даже позитивный баланс по торговле товарами. То есть у нас экспорт превышает импорт. Это означает, что у нас должен быть приток валюты больше, чем отток. Котировки по гривне, доллар закрылись на отметке 13.60. Однако эксперты утверждают, есть все основания для того, чтобы в ближайшие дни они пошли вниз. Роман Ковтун, Виктор Сенкевич, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ. Ну а далее на БТБ-анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Кабмин на своём заседании рассматривает изменения в закон об обороне Украины. Как повлияют колебания курса гривни на стоимость продуктов? Ответ на этот вопрос дадут эксперты в отрасли финансов и аграрного сектора. Как упростить и удешевить ведение бизнеса? Министр экономического развития Павел Шеремета презентует концепцию реформирования системы регуляторной политики. Сегодня в Германии вспоминают жертв Берлинской стены. 160-километровое сооружение начали строить в 1961 году. Снесли стену в 1989. За 30 лет не менее 125 человек погибли, пытаясь бежать из восточного Берлина в западный. Отцу кубинской революции Фиделю Кастро сегодня исполнится 88. На центральной площади Гавана будут организованы концерты и аудиовизуальная экспозиция. На ней представят редкие кадры из жизни политика, а также значимых событий в истории Кубы.